Деревня Оболдино, детский сад номер 56. В этом году здесь появились новые прогулочные веранды. На них дети могут играть в непогоду, когда выходят на прогулку. Прежние конструкции необходимо было заменить на новые. Они пришли в негодность. Руководство детского сада в начале года обратилось к депутату Московской областной думы Владимиру Шапкину. Он выделил из своего фонда депутата необходимые на эти цели финансовые средства. Из них были закуплены и установлены две новые беседки. Детям, конечно, они очень нравятся, потому что они современные, красивые в первую очередь. Они с удовольствием там и уборку наводят, красоту наводят, украшают. Владимир Шапкин рассказал, что на территории городского округа Щелково не только в этом детском саду, но и в других продолжается замена вышедшего из строя оборудования для дошкольных учреждений, в том числе и для физкультурно-оздоровительных целей. Практически в большинстве детских садов сегодня заменены не только гаранты, но и малые архитектурные формы, как они называются. Это там, где дети играют. Спортивные площадки установлены вот здесь, начинают устанавливать спортивную площадку. У нас практически все дворы оборудованы детскими площадками, и мы сегодня это воспринимаем уже как обыденное состояние, дети довольны. Владимир Шапкин отметил, что в отношении дальнейшего планирования работы по благоустройству игровых форм для детей и подростков учитываются пожелания их родителей. Нужны, как сейчас модно говорить, воркауты, то есть для такой силовой подготовки и корректировки даже в том плане, что они должны быть под крышей, чтобы и при определенных условиях, например, дождь, снег, можно было там заниматься. Вот мы почему и анализируем, и приезжаем не для праздного любопытства обсудить итоги, а для того, чтобы совершенствовать дальше. Также Владимир Шапкин сообщил, что после проведения торгов на размещение заказов остались дополнительные денежные средства. Они будут направлены на закупку других малых архитектурных форм для детского сада. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.